Все вопрос решается не вот так вот, взял одного ребенка, поднял и пошел. Тут двое детей. Двойняшкам Сабиру и Самиру 3,5 года. Сабир старший, более активный и любит общаться со взрослыми. А Самир младший, но более упрямый. Упрямство при диагнозе малышей – это важно. У ребят ДЦП, и в своем возрасте они не могут ходить самостоятельно. Их мама Айгуль ведет о сыновьях блог в Инстаграм. Сейчас у семьи Садыковых есть одна очень важная цель. До 10 апреля они должны собрать чуть более 11 миллионов рублей. Проблема есть с центральной нервной системой, отсутствуют двигательные навыки. И поэтому, например, вот эрготерапевт Альбина Фаниловна, я помню, у Самира не было вот этого разделения верха-низа. То есть он не понимал, что делать. То есть посаживаешь ребенка перед собой и начинаешь так давать, чтобы он разворачиваться учился, сюда давать, туда. То есть он работает над своим телом. А Сабир, я помню, боялся даже травы, нюхать траву. То есть у них нет ощущений много, с головы нет понятия, контроля, что это трава, что это мягко, что это жестко. В Уфе Айгуль с сыновьями живет уже два года. Отец и старший сын остались в Салавате. Они навещают младших детей на выходных и каникулах. Айгуль с двойняшками переехали ради занятий. Сейчас Сабир и Самир ходят в бассейн, на лечебную физкультуру и к другим специалистам. Например, врачи утверждали, что Самир не сможет даже самостоятельно держать голову. Но сейчас он передвигается на четвереньках и играет с игрушками. У нас очень сильная спастика в ногах у обоих детей. У них ДЦП, но вот, например, взять Самир, у него самая последняя стадия ДЦП. Пятый уровень. ДЦП делится по уровням. У Сабира он четвертый. Сейчас прогнозы врачей не меняются. У малышей есть единственный выход. Это селективная дорсальная ризотомия. Во время операции пациенту частично пресекают волокна нервных корешков. После операции у Сабира и Самира не только исчезнут болевые ощущения. Они получат реальный шанс встать на ноги. Не всех детей берут. Берут только тех, которые, да, пойдут, у которых есть уже какие-то физические данные, но есть спастика в ногах. Операция нацелена на то, чтобы убрать спастику в ногах и помочь детям жить без боли и приобретать уже навыки впоследствии. Рекомендуемый возраст для проведения процедуры – 2-4 года. Тогда у детей наиболее высокий шанс восстановиться после нее. Айгуль очень долго ждала, когда и Сабир, и Самир будут готовы к операции. Сабиру ее одобрили бы изначально, и Айгуль ждала момента, когда будет готов младший брат. Когда он стал лучше ползать, стало понятно – шансы на выздоровление есть. В России умеют делать подобные операции, но Айгуль считает, что в США ее проведут лучше. Они отправили заявку доктору Парку. Он занимается подобными случаями более 30 лет. Детей двое. То есть, если мне здесь делать операцию в Питере, допустим, то мне потом нужно с ними двумя решать вопрос, где делать ортопедическую. С двумя же ехать опять куда-то. Это Курган или еще Питер отдельно. То есть, не сразу смотрят. Потом, плюс вопрос с реабилитацией, мне тоже нужно решать с двумя детьми, куда мне после этой операции ехать и какая реабилитация подходит детям после СДР. До 10 апреля Садыковым нужно собрать 11 миллионов 330 тысяч рублей. Сейчас на счету семьи чуть более 8,5 миллионов. Операцию братьям сделают 25 мая, но оплатить ее нужно за 45 дней до назначенной даты. Иначе резотомию им просто не проведут. В сумму входит как стоимость операции, так и восстановление после нее. Мы подопечные фонда «Счастливые дети», которые находятся в Ишимбай. Они нас взяли, они нас выложили у себя на сайте. Есть короткий номер, кто хочет именно отправить через фонд, например. Это короткий номер 3434. Просто обязательно надо указать, что двойня, пробел сумму, какую вы хотите помочь. Сабиру и Самиру можно помочь через Сбербанк, PayPal, Яндекс.Деньги, Тинькофф и ВТБ. У двойняшек есть сайт, на котором собраны все документы, а также реквизиты для тех, кто собирается сделать пожертвование. Низкий поклон таким людям, которые так сильно нас поддерживают, пишут столько слов поддержки, столько отправляют суммы. И так за Сабира и Самиру радуются, пишут, всех просят от себя. Такая доброта от людей исходит. Глядя на других детей, Сабир думает, что существуют волшебные ботиночки, которые можно надеть, и тогда у него получится сделать первый самостоятельный шаг, а потом и следующие. Чем скорее ребятам сделают операцию, тем больше у них шансов на восстановление. Вы можете помочь семье Садыковых по номеру, который видите на экране. Айгуль надеется, что все трудности, которые перенесла их семья, не были напрасны, и их мечта осуществится. Эвелина Бронникова, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ.